Привет! С вами Сойер и сегодня мы поговорим о собеседованиях, а в частности о вопросах, которые некорректно задаются и которые ввиду этой некорректности можно использовать для набора дополнительных очков на собеседовании. Вот как это сделать, что за вопросы я имею ввиду, в этом видео я вам расскажу. Начнем все с того, что причина, по которой вам на собеседование могут попасться вопросы, не очень, скажем так, проработаны, заключается в том, что чем больше компания, тем сложнее построить процедуру набора новых кадров так, чтобы находить именно точечно нужных специалистов. То есть, как правило, в крупных компаниях подбором персонала занимаются отдельные подразделения и они не всегда знают необходимую специфику для поиска именно хорошего специалиста, который реально будет подходить к должности. Поэтому нужно как-то искать кадры и любимое, одно из любимых приемов это загуглить, какие же вопросы на собеседованиях задаются в других компаниях и, собственно говоря, задать те же вопросы на своем собеседовании. И вот здесь как раз изникает проблема, что те вопросы, которые находятся на первой странице поиска, да, там вопросы на собеседование по JavaScript, по C, по C++, те вопросы, которые находятся на первой странице, они как раз и попадают в вопросы, которые задаются на собеседованиях. И фишка в том, что эти вопросы находят как те, кто не знает, что спросить, так и те, кто не знает, что ответить. То есть, и те, кто проводит интервью, и те, кто отвечает на вопросы на этом интервью. И если вам на интервью попадается человек, который, ну, как бы плавает и не может задать собственных интересных вопросов и берет их из Google, это, ну, везение, потому что к такому собеседованию подготовиться в разы проще, да. И на таком собеседовании можно набрать намного больше бонусов, чем на собеседовании, где вам задаются действительно уникальные вопросы, на которые нужно придумывать ответ самостоятельно. Поэтому все, что не делается, делается во благо. А что за некорректные вопросы я имею в виду? То есть, ситуация такова, что иногда вопросы, которые находятся на первой странице, ну, и даже не иногда, а очень часто, вопросы, которые находятся на первой странице поиска, они, ну, мягко говоря, не очень глубоко проработаны. Например, недавно я смотрел на канале Senior Software Blogger, да, Дима Рыжкова интервью с Дарьей Пушкарской, и она привела такой пример. Вопрос звучит так. Сколько типов данных в языке JavaScript? И она рассказала о том, что правильный ответ это 6 или последний, как она сказала, спецификации 7. Ну, проблема в том, что вот этот вопрос как раз хороший пример некорректного вопроса. Почему он некорректен? Правильный ответ это не 6 или 7. И здесь можно порассуждать. Вот как раз, когда вы находите коллизию, несоответствие разных вариантов ответа и противоречия, это как раз вот тот способ, который я говорю, способ набора дополнительных очков. То есть, что здесь можно предпринять? Ну, во-первых, нужно понять, что в языке JavaScript очень часто складывается такая ситуация, что, ну, скажем, спецификация и реализация так не сильно-то и бьются между собой. Поэтому первое, что в этом вопросе можно использовать, это уточнить, что имеется в виду. Реализация какая-то конкретная или спецификация? О чем я говорю? В спецификации указано, что null у нас это отдельный тип данных, но в реализации typeof null будет объект. То есть, в реализации, это официально признано, есть такой небольшой баг, который, собственно говоря, и нарушает нашу идиллию в этом вопросе. И если мы будем считать только по спецификации какой-то конкретной или только по реализации, мы получим там этих 6-7 типов. Но если мы их объединим, потому что, например, в реализации есть отдельный тип function, в котором нет спецификации, если мы это все объединим, то получим уже 8 типов. Вот и пошло первое, такое небольшое, но расхождение. Второй момент, который, на мой взгляд, более существенен, что спецификации сейчас активно, прямо скажем так, развиваются. И возникает такая ситуация, при которой у нас уже давно в реализации есть такой тип, как bigint, а в спецификации он должен появиться только в июне 2019 года. Вот вам еще один неучтенный тип, которого нет спецификации, есть в реализации. И опять же, дополнительный вопрос заключается в том, должны мы его учитывать или не должны. Тогда типов может уже получиться там 8 или 9, в зависимости от того, как считать. И это еще даже не все, что есть в JavaScript, потому что у нас есть еще такая штука, как типизированные массивы. И типизированные массивы это тоже такая загадка. То есть, с одной стороны, если мы посмотрим тип самого массива, это будет объект. Если мы посмотрим тип элемента, в зависимости от того, какой будет у нас псевдотип массива, или скрытый тип массива, у нас будет там number или, возможно, какой-то другой тип, в зависимости, еще раз говорю, от псевдотипа. Но вся фишка в том, что мы будем работать с этим массивом, с элементом этого массива, именно по правилам того типа, который он представляет. И это, по сути, скрытый тип. То есть, мы, с одной стороны, можем их посчитать в JavaScript, а с другой стороны, не посчитать. И вот эта коллизия, она, пожалуй, самая сложная для того, чтобы ее грамотно объяснить. Она как раз позволяет нам задать вопрос, а считать вот эти скрытые типы, которые есть в языке программирования JavaScript, типизированных массивов, или нет. Таким образом, на этом вопросе мы можем развернуть целую дискуссию, которая покажет, что мы действительно хорошо, достаточно разбираемся в JavaScript. И с одной стороны, и с другой стороны, можем действительно набрать дополнительных баллов. Но, лично я считаю, что, в принципе, наличие таких вопросов в интервью, это не очень, что называется, хорошо. Потому что показывает то, что к интервью не особо-то и готовились, не особо было интересно проработать хорошие вопросы, а взяли, что попало из интернета. И, по сути, это проблема. На мой взгляд, нельзя на интервью задавать подобного рода вопросы по одной простой причине. Они показывают то, что компания не очень-то серьезно относится к отбору кадров. Потому что, если я, как уже сказал, на интервью попадаются такие вопросы, то это говорит о том, что их просто нагуглили в интернете. Ну, это как бы кому как, но по мне это не очень хорошо. Вот. И таким образом, с одной стороны, такая лень позволяет нам сделать хороший для себя бонус в виде дополнительного ответа. С другой стороны, таких вопросов много. Можно вывести определенный такой тип поведения. То есть, когда вы находите вопросы в интернете, прорабатываете их, вы всегда должны посмотреть с двух позиций. Если в этих вопросах коллизия, если она есть, это нам дает уже возможность для набора дополнительных очков. Если вы попадаете на собеседование на человека, который реально сам не знает, что спросить, задает вопросы из интернета, то вы получаете возможность заработать дополнительные очки. Это раз. Во-вторых, проходите собеседование. Но хочу отметить, что здесь есть маленькая такая деталь, которая заключается в том, что не надо клеймить человека, который проводит у вас интервью. Очень много раз я сталкивался с ситуацией, когда вместо того, чтобы корректно задать уточняющие вопросы, показать свои знания, человек начинает делать вид, что он знает больше тебя, что ты здесь вообще случайно оказался. И, в общем-то, никому здесь не интересен. Нет, так вести себя не надо. Потому что даже если вы правы, тем самым вы покажете себя как некомандный игрок. На работе, на рабочем месте куда важнее ваша субординация, ваша дисциплина, ваше умение работать в команде, чем ваши знания. Потому что знания, ну, они быстро изменяются, быстро теряются, быстро модифицируются. А вот умение работать в команде, это существенно важнее. Поэтому никогда не надо говорить человеку, который задает вам вопросы, о том, что вы разбираетесь в вопросе лучше него, что он плохо подготовился и так далее. Вместо этого лучше использовать вот эту его небольшую, ну, прямо скажем, халяву, да, то есть он поленился, даже не халяву, а лень, поленился подготовить вопросы в свою пользу и набрать на этом дополнительных очков. Ну, или в крайнем случае просто зазубрить вот эти правильные ответы на эти неправильные вопросы. Ну, это был канал СОЕР. Спасибо, что слушали. И я хочу поднять такую тему. Если у вас есть интересные вопросы, которые вам задавали на собеседовании, или которые вы сами задавали на собеседовании, именно интересные, непротиворечивые и показывающие знания, то напишите их в комментариях. Ну, а также напишите, какие странные, противоречивые и далеко не правильные, скажем так, вопросы вам задавали и какие ожидаемые ответы на них хотели получить. Вот это было бы интересно узнать. Напишите об этом в комментариях. На этом все. До свидания.